Добрый день! Меня зовут Абутова Сайнара, ученица 5-го Б-класса Верхнелюстского лица интерната Алексеева. Введение. Я очень люблю готовить, создать поделки своими руками. С этого года хожу в кружок «Мягкие игрушки». Там мы шьем разные тряпичные куклы. В итоге сама захотела шить необычную куклу. Посмотрела интернет-сайты, и мое внимание привлекли куклы Тильда. Тильда – это кукла, зверек или предмет интерьера, выполнен по выкройкам норвезской художницы Тони Финдангер. Я решила выбрать эту тему для исследовательской работы. Именно эти куклы игрушки Тильд выполнены в примитивно-тряпичном стиле, невероятно популярны в Европе. Очень большое многообразие этих кукол поразило меня. Было очень трудно выбрать, какую изготовить. Все эти куклы выполнены по одной выкройке, только наряды у них разные. Свой выбор для начала я остановилась на Тильде Заяц. Моя мечта – выполнить еще несколько таких кукол, чтобы сделать коллекцию. Я выбрала их еще потому, что эти куклы прекрасно дополняют интерьер. Объект исследования. Тканевые куклы Тильда. Предмет исследования. Изготовить коллекцию времена года в стиле Тильда. Цель – создать коллекцию кукол-зайцев. Тильд своими руками. Задача – поднакомиться с Тильдой, ее историей создания. Выбрать модель куклы. Представить выполненные изделия. Актуальность. Тильда не выходит из моды многие времена. Оригинальный подарок любому торжеству. Неповторимость изделия сделает Тильду самым незабываемым даром для родных и близких. Тильда – это одни из самых очаровательных кукол, какие только можно себе представить. Они милы, забавны и добрые. Обоснование проекта. До недавнего времени я даже не могла предположить, что из маленьких кусочков ткани могут появиться такие прекрасные куклы. Мне казалось, что шивать кусочки ткани очень скучно и неинтересно. А вот когда я начала шить своими руками, то они меня просто очаровали. Меня они очень заинтересовали. Я поняла, что могу создать оригинальные игрушки своими руками. Гипотеза исследования. Я предполагаю, что технологии изготовления куклы Тильды достаточно известны направлению в декоративно-прикладном искусстве. Но значимость этого направления велика. Есть возможность самостоятельно разработать модели игрушек, пополняя варианты. Практическая значимость. Моими расчетами разработки и технологической последовательностью могут использоваться другие начинающие и опытные мастерицы. Куклы очень подходят для украшения современного интерьера. Экономический расчет. Выкройку для Тильды взялась с интернета и подгоняла до определенного размера. На основе Тильды тело кукол использовала ткань-конпас. Для одежды использовала ткани габардин, велюр и кружева. Для декора использовала шерсть для валяния, нитки мулины и фетр. Куклу Тильды можно купить или заказать, поскольку это авторская работа, то стоит такая кукла 2500 тысяч рублей. На мою коллекцию, по моим расчетам, я сэкономила 9117 рублей, так как я шила из отставки в Кане. Итого я потратила 883 рубля. В заключении, я очень хочу сказать, что очень довольна своей работой, так как получилась замечательная коллекция кукол-зайцев Тильды. Они получились яркими, добрыми и сказочными. Работая над проектом, я многое узнала об истории этих неподражаемых кукол, поставленной передо мной цель и задачи, достигнутую. Изделия получились очень выгодные по цене, авторскими и индивидуальными. Хочется отметить, что изготовление таких кукол Тильд удивительно просто, увлекательно и экономично. При минимальном затрате можно произвести максимальное впечатление. Мы всем классом и из учителями кузского языка с Маргаритой Николаевной придумали новогоднюю сказку про зайцев. Главными героями сказки стали мои Тильды. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.